здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта у нас сегодня 10 января обзор рынка пройдемся по основным инструментом это фондовый индекс сша это товар на сырьевой рынок золото серебро нефть какао газ котон это валютный рынок индекс доллара евро фунт франк также рынок криптовалют напомню я на текущий момент работаю на укрепление доллара если брать валютный рынок если брать криптовалютный рынок я работаю на укрепление биткоина эфира только по этим инструментом работаю так как другие монеты достаточно достаточно медвежий дат то что было за последнюю неделю ну и по по золоту по серебру и аналогично на медведь по фондовым индексом и если вкратце я пока вне рынка нахожусь есть некоторые моменты которые возможно рассмотреть но я пока за ними наблюдаю сейчас перейдем к графикам но прежде чем прийти графиком напомню на сайте моего проекта кухта кепитал есть информация по закрытому каналу про сигнал также есть информация по обучению трейдингу а также есть информация по обучению инвестированию курс инвестор достаточно интересный момент который будет интересно тем трейдерам которые скажем им уже не интересно торговать вот это спекулировать внутри дня а искать такие очень хорошие точки входа с потенциалом там 20 к одному 50 к одному и на рынке акций или криптовалют и на этом зарабатывать но давайте конкретно перейдем графиком поясин пи у нас тренд восходящий до напоминаю ожидания банков джипи морган по поводу экономики сша негативные плюс новый год у нас начался со слива этот слив принципе может продолжиться если мы все-таки желательно сегодня показать хорошее снижение да или завтра как минимум на инфляции если мы все таки удержим вот эту зону 4 800 4 830 то в принципе есть шансы на дальнейшее более сильное коррекционное движение после 500 а вот пока вот так вижу да на текущий момент не нахожусь в рынке то есть не торгуясь и 500 потому что это очень-очень слабая скажем картинка по данному инструменту что касается nasdaq в принципе здесь аналогичная картинка зона где-то в районе 16 900 17 200 вот пока мы ниже вот 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 этой зоны то в принципе можно можно говорить о снижении но я пока тоже не берусь здесь шарки там более красивая картинка еще смотрится по доу джонс по dax там вчера более агрессивно закрыли вниз и ну там почти агрессивно чуть откупили там более интересно картинка в шорт нарисуется а так пока сильный тренд и у меня и так достаточно сделок против тренда и я пока только вот если конкретно перейти к рынку золота вот здесь у нас тренд достаточно сильно восходящий мы находимся вблизи исторических максимумов в районе 200 там плюс минус дам то есть у нас практически уровень 2070 на это исторические максимумы за последние несколько лет мы в декабре в начале декабря делали ложный вынос данного уровня и на текущий момент я предполагаю что вот вот это движение вниз которое началось в январе текущего года она возможно продолжится поэтому пока мы находимся ниже 2050 2060 я бы набирал шарты с текущих плюс плюс минус если мы даже покажем локальный рост в район 2040 2050 я бы там набирал шарты конечно с риск менеджментом потому что здесь сильный тренд плюс напомню у нас инфляция завтра будет по сша и будет очень сильное движение то есть ожидается что инфляция будет на одну десятую выше ноябрьской да то есть за декабрь будет выходить а вот базовая если покажет сильное снижение то скажем это конечно может помочь помочь и золоту но здесь мне вот такой период и сейчас по данным по инфляциям достаточно сложный он как бы и предсказуемые что идет инфляция вниз а вот ставки возможно будут понижаться но вот я вчера делал скажем публикацию главу фбр далласа если не ошибаюсь там достаточно опытный управляющий который ожидает который который так скажем ястреб до поставкам она достаточно весомое место занимает поэтому здесь сложно сказать если чуть-чуть инфляция не присядет а останется на месте или чуть подрастет ну скажем доллар доллар будет расти скажем так и в принципе активы другие аналогично поэтому золото я за шорт то есть у меня практически все идеи контр тренд это нужно понимать и кроме криптовалют криптовалютом я по тренду работаю серебро вот я напомню в закрытом канале про сигнал мы вчера начали шортить золото мы на прошлой неделе шортили и начали на этой неделе шортить по серебру я пока вне рынка но мне кажется что серебро тоже вот с этого накопления которое у нас идет последние несколько дней я думаю что мы будем отсюда падать в район 2250 и возможно ниже достаточно сильно поэтому золото серебро шорт нефти напомню на прошлой неделе я ее шортил и на текущий момент мы часть на позиции удерживаем вот на минимумах в районе 75-30 мы фиксировали часть сейчас оставили пока мы находимся ниже 79 я за снижение и поэтому с текущих можно пробовать шортить нефть с целью там такой среднесрочный 72 обязательно ставить стоп-лосса потому что если мы будем 79 проходить может быть более такой глубокий ложный и чтобы его не пересиживать есть разные трейдеры то есть есть трейдеры которые торгуют с короткими стопами с такими чуть побольше коротких стопов а есть которые с очень длинными стопами и удерживают позиционный такой трейдинг и чтобы вот эти позиционные трейдеры не их не повыносило лучше стоп лоссом за 79 и потом уже смотреть перезаход потому что вдруг будет рост в район там 83 85 и не пересиживать такой убыток большой дальше в двух словах по натуральному газу просто шикарно отработал натуральный газ вот мы еще позапрошлой неделе точнее там конце декабря я советовал своим подписчикам в закрытом канале про сигнал покупать натуральный газ и у меня есть трейдеры мои ученики которые торгуют среднесрочно и они вот 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 эту фишечку натуральный газ они держали и в принципе мы как раз вчера переписывались в закрытом канале они говорили что будут здесь фиксироваться потому что в принципе была аккумуляция энергии она вышла импульсом наверх и в принципе можно отсюда уже валить пока пока натуральный газ не рынка так в двух словах по катону в принципе я вчера говорил что за покупки по катону пока мы выше 79 я вас за возможный среднесрочный лонг если мы будем все-таки проламывать 79 78 50 возможно картинка будет или это будет ложный или мы полностью ломаем вот эту всю структуру крупной модели какао по какао я говорил что стоит обратить внимание на данный инструмент о возможном развороте вчера было как раз коррекционное движение в район 74 200 это ключевой уровень от которого я бы шаркил то есть ниже этого уровня я бы набирал шарты обязательно напоминаю с риска за уровень 4 200 потому что здесь мощный тренд картинка может поломаться и мы можем дальше уйти по тренду и так индекс доллара по индексу доллара в двух словах напомню я покупатель по данному инструменту выше 101 60 я за покупки на слом на слом вот этой нисходящей тенденции в понимании на слом на коррекционы да где-то в район примерно 104 105 я жду индекс доллара а сам индекс доллара я по позициям не открывал и я торгую и с ребятами в закрытом канале через евро-доллар мы евро-доллар шарким еще с прошлой неделе шарким пока мы ниже 110 я за снижение по по евро-доллару с целью какие цели хотел бы получить это 107 50 возможно ниже будет коррекция где-то в правильной 106 50 обязательно аналогично риски соблюдать потому что может быть такой момент как был у нас в начале декабря вот здесь я тоже здесь шаркил евро-доллар и получил убыток мы поломали данную конструкцию шартовую ну дальше я уже в конце во второй половине декабря я покупал евро-доллар когда нарисовался нарисовалась отмена сценария шартового на сценарий ланго то есть пошел импульс и дальше с коррекцией мы покупали вот это движение практически мы все забрали трейдинг эта часть работы стоп часть часть нашей работы и нужно понимать что иногда можно получать стоп лосса главное с риском чтобы дальше можно было перезайти фунт доллар здесь аналогично я в прошлый раз не брал фунт в обработку и на текущий момент я шаркист по фунту мы вчера с ребятами в закрытом канале я рискнул взять шорт по фунту так как у нас по сравнению с другими инструментами вот евро канадец франк нзд австралийцы вот я по этим инструментам всем работаю на укрепление доллара и по фунту только вчера вошел по другим ранча входил и поэтому с текущих фунт шорт цели 1.26.15 это минимальные цели я думаю что если мы все-таки идем здесь на хороший такой разворот до 1.25 и ниже то есть здесь может получить здесь сильное накопление мы с него можем выйти напоминаю нужно соблюдать риски аналогично потому что сегодня если не ошибаюсь там будут новости по фунту и мы можем спокойненько по тренду если все-таки то я ошибаюсь с индексом доллара то есть это нормально то есть в принципе все инструменты они валютные практически одинаково ходят ну кроме канадского доллара который у меня в очень жирном плюсе мы можем идти на ослабление доллара и фунт доллар может обновить 1.28 на очень легкой ноте и евро доллар обновить максимумы и поэтому дальше мы будем перезаходить и поэтому когда я в закрытом канале делаю торговые рекомендации по всем инструментам то это не означает что нужно все инструменты брать там валютный рынок криптовалютный рынок товар на сырьевой фьючерсы индексы да то есть у меня бывает за неделю там разбор рынка по 10-15 торговых идей бывает а то и больше и она бывает и меньше когда рынок сложный да но я имею ввиду что бывает совокупность вот таких рекомендаций торговых и понятно что не нужно все брать потому что если она не идет то в принципе рынок не всегда но бывает синхронно ходит и просто все сделки будут без убыток я лично предпочитаю одну-две сделочки удерживать не распыляться на больше инструментов лучше взять в одной сделки побольше объема нежели разбивать ее на там условно на 35 сделок разных инструментов потому что они практически синхронно добывают раскорреляция когда и золото условно растет евро падает хотя они иногда синхронно ходят дальше коротко по канадскому доллару удерживаем покупки с ребятами еще с прошлой недели очень красиво идем я думаю что мы в ближайшее время если ничего не поломается 3450 35 36 возможно мы покажем дальше доллар франк аналогичным удерживаю покупки 0 84 50 все что выше данного уровня я бы набирал покупочки вот здесь у нас неплохое накопление контр трендовая ожидаю где-то в район 0 87 0 88 да здесь конечно сильный трендик такой достаточно примерно я думаю сегодня возможно сегодня еще рынок никуда не пойдет как вариант а уже завтра на инфляции вот это накопление которое есть у нас по некоторым инструментам она завтра на инфляции будут отрабатываться так в двух словах доллар рубль напоминаю в своих последних обзорах с нового года я здесь по доллар рублю вижу среднесрочный разворот ну в каком понимании среднесрочный где-то в район 83 плюс минус то есть у нас сильная модель у нас ключевой уровень 92 50 ниже этого уровня я советовал работать на шорт на у нас на смотрите уровень у нас в августе в сентябре в октябре был сильный уровень поддержки мы его пробили я вот здесь кстати работал на пробой модель была то есть по герчику очень хорошая модель был ложный пробой нет реакции мы его пробили и смотрите мы этот уровень поддержки сейчас тестировали три раза три раза зеркально я вот здесь ребятам советовал шортить в закрытом канале и принципе в обзорах среднесрочного здесь конечно волатильна сильная но неплохо падаем то же самое китайский юань и рубль то же самое картинка чуть здесь похуже здесь ключевой уровень в районе 12 1290 вот ниже этого уровня я говорил набирать черты и на здесь плюс-минус то же самое мы можем скатиться в район 12 11 50 где-то вот так вот 11 50 я думаю мы должны сделать среднесрочным и эти инструменты не торгую доллар рубль и юаня рубль но мне чисто интересно допустим там вам market есть возможность торговать до других брокеров поэтому ну и конечно интересная ситуация у нас по 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 биткоину конечно в принципе ничему не удивляюсь но так это уже считаю выходит за рамки какого-то как это сказать за рамки приличия ну ладно несколько дней назад когда объявили фейковый фейковое одобрение тифа не 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 одобрение тифа то биткоин у нас получается вот здесь 3 января падал сильно до несколько тысяч долларов мы практически с 45 на сорок одну четыре тысячи долларов то есть почти десять процентов но когда вчера но это ладно то есть фейки это нормально когда вчера взломали страницу лавы сек в твиттере и объявили что и тиф одобрен то есть он там 3000 сколько он там получается где-то из если не ошибаюсь где-то 45 плюс минус на 80 ну почти три тысячи долларов там там меньше чуть сходил наверх потом проверили это и он вниз но это конечно это конечно неправильно так делать но в принципе в принципе так делают и на рынке акции просто по другому формату но там там заводят уголовные дела в принципе на такие темы это мошенничество на рынке и принципе они могут комиссия может может выследить кто в принципе за в ближайшее время там до объявления этих новостей выставлял крупные заявки там на опционы на фьючерсы на условно на акции выставлял заявки крупные кто на этом хорошо заработал они потом их отслеживают и могут преследовать как денежно так и уголовно это нормально в этом мире такое но это не нормально я считаю в когда ты просто трейдер и ты можешь просто словить на таких движениях если ты трогаешь фьючерсы какой-то маржин колл вот это опасно то есть когда ты торгуешь когда ты просто на споте без плеча биткоин торгуешь но это нормально но когда ты фьючерсы или с плечом торгуешь и может быть такой момент что нормально ты сидишь себе в позиции и покупках по биткоину ли там шарке условно и выходит какая-то новость идет сильное проскальзывание на 10 20 процентов и ну вот и там работал условно большим объемом с коротким стоп лоссом и ты просто теряешь весь депозит вот вот это опасно поэтому bitcoin пока я вот сегодня у нас 10 до должны в принципе объявить одобрение и кефа я думаю что скорее всего объявят у нас у нас ключевой уровень и 46 700 пока мы выше данного уровня думаю что bitcoin еще в ближайшее время может показать 50000 на этом одобрение сегодня также опубликовал и индекс жадности по криптовалютам они зашкаливают это примерно что-то почти наподобие вот 2021 года когда тоже крипто находилась на своих исторических максимум 60 70 тысяч дамы там под 70 тысяч находились это уже пик я думаю что ближайшее время где-то bitcoin развернется пока я сигналов не вижу на разворот тут когда будут прям хорошие модели то да да я об этом буду говорить пока я за рост биткоина конечно он может не только 50 сделать и выше то есть я могу ошибаться но пока пока вот такая ситуация за bitcoin принципе кто ранее не покупал может пробовать секущих покупать но я говорю то есть могут быть сюрпризы разные вот я что вчера советовал покупать и в закрытом канале аналогично мы вчера покупали эфир то есть эфир в принципе я говорил что эфир стоит покупать у нас тренд хорошие уровни были для покупок я думаю что эфир он снова подошел к сильному уровню сопротивления но я думаю мы сегодня на позитивных новостях пойти в на биткойн должны это пробить и хорошенько уйти в район 2 500 а возможно выше на поэтому эфир кто ранее не покупал в принципе на пробой 2 вот этого уровня 2 400 я бы работал по другим вот смотрите по другим монетам я пока не вложу потому что там ситуация достаточно сложная еще интересный мне рипл у меня был вчера вопрос по поводу рипла стоит ли его покупать я писал комментариях что возможно выше то есть пока рипл выше 055 я за покупки но здесь такой же коррекционный тренд сильный и по другим инструментам аналогично но где-то есть сильные тренды по некоторым монетам можно их покупать но где-то такую принципе достаточно сильные коррекционные движения ну допустим арбитром ланговый дау принципе как эфир но эфир мне больше нравится поэтому вот такая картинка поэтому поэтому работаем закрытым канале у нас много идей надеюсь сегодня завтра отработается и и и потом сделаю разбор пишите свои вопросы по трейдингу в комментариях благодарности свое мнение по рынку что вы думаете по биткоину чтобы вы думаете по индексу доллара по фондовым индексом всем спасибо на сайте кухта капитал есть информация по закрытому каналу или пишите в телеграм пока на сайте кухня